Раньше любимым зимним занятием каждой женщины было плетение на таких вот коклюшках, кружевных, салфеток и многого другого. Поэтому мы сегодня пришли на выставку «Кружево. Сквозь поэзию зимы». Посмотрим, что есть интересного кружевного здесь. Это выставка кружевных работ вятских мастериц. Как говорят мастерицы, кружевные узоры очень похожи на зимние, поэтому и выставку назвали «Сквозь поэзию зимы». Раз уж выставка посвящена поэзии зимы, я решила подбирать к каждой работе стих. Начнем с центральной работы выставки «Белого панно». Мороз и солнце, день чудесный, еще дремлежит, прелестный. В орнаменте вот этого панно чувствуются вот эти такие легкие воздушные снежинки. А это кружевная шаль, которой уже 30 лет. Называется работа, конечно же, по-зимнему «Метель». «Белая-белая метельница замела дорожки, закружила». «Снег метет, снежинки падают. И в такой шале тепло и уютно». От песен перейдем к танцам, а точнее к панно «Танец кружевниц». Прямо в танце эти кружевницы они плетут, и вроде бы у них вся душа поет, и хочется, как говорится, потанцевать. Такое ощущение, что они, знаете, как-то вот так вот стоят и как-то вот так вот кружат. Вот так, как будто бы, да? Ну и чтобы вятское кружево отличалось от остальных, мастерицы решили сплетать две нити. С помощью такой техники и плели косынки. Цвет, вот этот контраст дал какую-то свою игру, вот этого же, как бы, плетения, вот этого рисунка. Раньше она могла даже покрыть голову вот этой косыночкой, можно на плечи. Такой стих есть. «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает». Погрузиться в зимнюю кружевную сказку можно в Музее Вятских Народных Художественных Промыслов. Оксана Стяжкина, Галина Григорьевна, специально для программы «Вятка Тодей». Субтитры создавал DimaTorzok